Ребята, всем привет! Вы меня абсолютно в каждом ролике, как я приехал в США, задаете один и тот же вопрос. Что насчет налогов, Алексей? Что насчет налогов в Америке? Вот ты показываешь нам свою работу, вот ты показываешь свои большие заработки американские. А ведь когда ты заплачешь налоги в 140%, как считают большинство россиян, у тебя останется ничего. И что толку от твоих больших американских зарплат, если все равно после уплаты налогов ты будешь таким же нищим, как и все население Соединенных Штатов. Я уже делал ролик про налоги один, правда не про свои налоги, а я ездил в город Портланд, штат Орегон, к Лехе-таксисту, который там живет и работает. И брал у него интервью, и он показал, что за год не только он не заплатил налоги, но и наоборот государство ему заплатило налог, это называется в Америке рефаунд. 5000 долларов ему вернули, кто не смотрел этот ролик, ссылочка на него будет вот здесь. Ну вот и настало мое время, я тоже заплатил налоги в США за 2021 год, вот моя декларация налоговая, здесь 33 страницы, вот такая вот она большая, посмотрите. И я не буду сравнивать налоги в России и в США, я просто расскажу, сколько я платил налогов в России и сколько я платил здесь, потому что в принципе на своем канале я рассказываю только о своем личном опыте и рассказываю как бы о своей жизни в двух странах. Но многим может показаться, что я сравниваю именно страны. Нет, ребят, только свой опыт. Когда я жил в России и работал на кого-то, и был официально трудоустроен, я платил 43% налогов, ну как и все граждане России устроенные на официально трудоустроенные. И вы скажете, какие 43%, когда по телевизору нам сказали, что подоходный налог в России всего лишь 13%. А все дело в том, что в России работник не сам платит налоги государству, а за него это делает компания, поэтому россияне не видят, сколько они платят своих налогов, а в Америке наоборот, каждый видит и знает, сколько он заплатил налогов. Даже если в Америке человек устроен официально в компанию и компания платит за него часть налогов, он все равно обязан подать самостоятельную декларацию и все равно увидит, сколько заплатила компания и еще ему нужно будет дозаплатить. Так вот, если бы в России ситуация была бы такая же и каждый видел, сколько налогов он платит в казну, то в принципе общая экономическая ситуация в стране была бы, наверное, другой. Но верить можно, как известно, только телевизору, мне верить не нужно. Можете сделать просто то, что сделал я в свое время, открыть свою компанию, и тогда вы увидите, сколько налогов вы заплатите. Смотрите, как это делается в каждом городе, в каждой области, регионе есть только одна налоговая, которая занимается регистрациями компании. Открытие-закрытие, остальные налоговые участки, они занимаются именно подсчетом налогов. Но только одна регистрация. В Москве это 46-я налоговая на походном проезде. Это Волоколамское шоссе, пересечение с МКАДом. Вот, ближе к МКАДу находится. В Оренбурге я открывал компанию. Это Шарлыкское шоссе 2, это торговый центр Армада. Первый или второй вход, я не помню. В общем, едете туда, открываете компанию, открываете расчетный счет, проводите сделку, либо просто вносите деньги на расчетный счет вашей компании. И потом с этих денег, когда вы откроете ООО, вы будете там гендиректором и учредителем в одном лице. Ну, так обычно все происходит, когда открывается на старте компании. И, соответственно, заплатите себе как гендиректору с расчетного счета компании зарплату. Для простоты подсчета возьмите 100 тысяч рублей, и когда вы переведете со счета компании 100 тысяч рублей себе как гендиректору зарплату, то вы как гендиректор на свою карточку физлица, обычную банковскую карточку, получите всего лишь 57 тысяч рублей. И тогда у вас возникнет вопрос, какого черта, у нас же 13% подоходный налог, почему, где мои остальные деньги, почему мне так мало пришла зарплата. И тут вы видите, что все правильно, телек вас не обманул, и на самом деле в России налог на доходы физлиц 13%, он же подоходный налог. А далее, когда вы посмотрите, у вас идут обязательные платежи, но во всех нормальных странах любой платеж, который является обязательным в пользу государства, называется налогом. И только в России почему-то придумывается всякая чушь и всякая ерунда, какие-то подмены понятий, подмены названий, наверное, для того, чтобы потом громко по телеку сказать, что вот, ребята, у нас-то налог на зарплату всего лишь 13%, давайте разберем теперь, что это за обязательные платежи. Значит, у вас еще забирают 16% на страховую часть пенсии и 6% на накопительную часть пенсии. Пенсионный возраст, как вы помните, совсем недавно подняли на 5 лет, и абсолютно понятно, что это не последнее поднятие, поднимут еще на 5 лет и, может быть, даже вообще отменят эту пенсию. Но даже сейчас та пенсия, которая платится, она абсолютно несоизмерима с тем, что с вас забирали всю жизнь. И вообще, сколько я жил в России, я на пенсию никогда не рассчитывал. Далее с вас забирают еще 2,9% в фонд обязательного соцстрахования. Во всех нормальных странах это просто сумма включается в налог, но почему-то в России это, опять же, выделено в отдельный платеж, отдельные графа. Ну, наверное, чтобы не говорить, что налог у нас 15,9, а говорить, что вот налог у нас 13, самый низкий в Европе. И еще 5,1% с вас забирают в фонд обязательного медицинского страхования. Перевожу на русский. Это значит, что вы платите за бесплатную медицину, бесплатные поликлиники, бесплатное здравоохранение. Да-да, вы за это в России платите. Кажется, какой-то парадокс, да, заплатил за бесплатную медицину. Но нет, каждый россиянин в России, кто трудоустроен официально, работает официально, платит и обязан платить за бесплатную медицину. Поэтому в следующий раз, когда кто-то вам будет доказывать, что да ты знаешь, у нас в России бесплатная медицина, это просто очень глупый и совсем необразованный человек. И с таким лучше вообще в жизни никогда не общаться, потому что ничего умного он вам точно не скажет. Итого 43% с вашей зарплаты забирает государство, и это является окончательная ставка вашего налога. 43%. Но в США нужно платить целых 2 налога, а не 1. И я живу в штате Калифорния, и поэтому по штату Калифорния такие расценки. Налог штата у нас 13,3%. Федеральный налог, он по прогрессирующей шкале рассчитывается от 10 до 30% в зависимости от вашей зарплаты. В России налоговая декларация подается отдельно на каждого члена семьи. И в России каждый член семьи платит 43% налога от своего дохода, причем неважно, большой у вас доход или маленький, все платят стандартную ставку. А в США же налоговая декларация подается полностью на семью и зависит от состава семьи. Как это выглядит? Если вы сингл, то есть не замужем или не женат, то изначально, вот вы заработали там какое-то количество денег, из него сразу вычитается 15 тысяч долларов. То есть если вы заработали 60 тысяч долларов за год, то налог вы будете платить не с 60 тысяч, а минус 15, с 45 тысяч уже. Если у вас есть жена или муж, которые весь год не работали, то от вашего дохода вычитается еще 10 тысяч, и уже на 10 тысяч меньше берется сумма, с которой нужно платить налог. Если у вас есть дети, то за каждого ребенка еще минус 10 тысяч. Таким образом, вы семья из 4 человек, вы муж, у вас есть жена и двое маленьких детей, за которыми, например, нужно смотреть, они совсем маленькие, и жена не может работать. И получается, что если вы заработали 60 тысяч долларов за год, жена не работала, двое маленьких детей, то 60 тысяч минус 15, минус 10, минус 10, и еще раз минус 10, то вы уже будете платить налог с 15 тысяч долларов в ваших заработанных денег. И также зависит еще от того, чем вы занимаетесь, если у вас какой-то маленький бизнес, какой-то вы предприниматель, какой-то маленький, что-то такое. Ну, не важно, где вы дотратите еще деньги на свою работу, на развитие, то еще вычитаются и эти затраты. То есть, зависит от рода вашей деятельности. Каждый год компании, которые платили вам деньги за ту или иную работу, обязаны до 31 января следующего года прислать вам бумагу, такая форума специальная, в которой они говорят, сколько всего за год они вам заплатили за работу. Если вы за год проработали, например, в пяти компаниях, соответственно, вам придет 5 таких форумов от разных компаний. И, соответственно, каждый американец в США знает, сколько долларов он заработал до цента и сколько он отдал государству в виде налога. Заплатил тоже до каждого цента. И гражданин может спросить с государства, куда делись деньги налогоплательщиков. Откуда я это все знаю? Когда мы делали декларацию мою, я делал не сам, то я просто замучил налоговика вопросами о налогах. Мне это все было интересно, в том числе для того, чтобы вам рассказать. И он уже сейчас перестал даже трубки брать от меня, когда я ему звоню. Думает, наверное, очередной вопрос. Мы получили SSN, это налоговый номер в США, примерно в июле. Соответственно, официальный доход у нас за полгода получился в 2021 году. А до этого, когда у вас нет social и у вас нет work authorization, вы не можете работать официально. Как бы вы и налоги платить не можете, потому что у вас нет ни в одной базе налоговой. Если вы придете туда и скажете, что вот я хочу заплатить налоги, у вас просто налоговая спросит вообще, кто у вас не существует в нашем мире. Вот, поэтому до получения документов только работа за кэш. Она как бы не очень хорошо оплачивается. А вот, когда вы получаете social, то вместе с ним вам приходит еще разрешение на работу, work authorization. И вы можете уже не только платить налоги, но и работать где угодно. Ну, конечно, зависит от ваших навыков, от вашего опыта, что вы умеете делать. Как я и говорил, налоговую декларацию я делал не сам. Я обратился в юридическую фирму, специализирующуюся на подачу налогов. И они мне составили и отправили декларацию. Стоила эта услуга 300 долларов. Эта декларация, вот она, на всю семью. И самое интересное, это был, конечно же, разговор с налоговиком, когда мы составляли декларацию. Я сказал, что я официально полгода работал в доставке еды в такси. Жена работала просто в доставке еды. На что он мне сказал, окей, будем делать schedule C. Ну, это когда ты работаешь по контракту на какую-то компанию, но ты в этой компании официально не трудоустроен. Ты, как бы, оказываешь услугу по контракту с использованием своего оборудования, своего материала, своих расходников. Как я понял, это что-то такое, похожее, знаете, как в России ИП самозанятый. Вот что-то около этого. Только в США для этого ничего открывать дополнительно не нужно. Ни фирмы, ничего. А вы просто как из лица отчитываетесь в таком формате. Ну и раз ты работаешь сам на себя, значит, у тебя есть какие-то затраты, какие-то расходы на ведение своего дела. И эти все расходы тоже можно списывать. То есть, общую сумму дохода за год ты можешь, списывая свои расходы, понижать. Понижать эту сумму, которая будет в итоге облагаться налогом. Например, у тебя получился там процент, 15% налогов нужно заплатить. Просто, к примеру, ты заработал 60 тысяч, но у тебя были какие-то траты, и эти 15% ты будешь платить не с 60 тысяч долларов своих годовых, а, там, например, с 20. В зависимости от того, сколько у тебя спишут, какая у тебя останется в итоге итоговая чистая прибыль. И вот налоговик начал меня спрашивать, искать, что мы можем списать с моего дохода, какие затраты. Вы покупали самый дорогой айфон для использования в качестве работы на доставке как навигатор? Я говорю, нет, нам старые айфоны поменяли на новые бесплатно в салоне сотовой связи, когда мы меняли оператора. Вы покупали самый дорогой макбук или аймак, знаете, такие компьютеры, которые вот телевизор и компьютер, он и есть. А для того, чтобы использовать его, например, ввести бухгалтерскую какую-то отчетность, ну, для своей работы так или иначе использовать. Мы это тоже просто можем списать с налоговой базы. Я говорю, нет, не покупал, но у меня прошлогодний макбук мой как есть, так и работает, все с ним хорошо. Может быть, вы покупали какие-то автомобили новые, хорошие для доставки? Я говорю, да нет, мы какие-то бушные машины взяли дешевые. Сколько мы потратили за весь год на бензин, когда работали? Это тоже можно списать с налогов. Покупали ли вы какие-то запчасти на машину? Может быть, какие-то ремонты крупные были, большие? Я говорю, да нет, у нас получается одна девятилетняя, другая двенадцать или тринадцатилетняя машина старенькие. Они не ломались, все было нормально. Масло только меняли, вот там по графику замена масла и все, больше никаких ремонтов, поломок не было. Проезжали ли по каким-то платным дорогам? Может быть, вызывали эвакуатор, платные парковки, стоянка на ночь? Я говорю, нет, машина дома стоит, за парковки платные не использовала, ничего такого. Покупали ли вы какую-то одежду, обувь, какие-то, может быть, мелкие приспособления для своей работы в доставке еды? Я говорю, да нет, донашивали старую одежду и обувь. Сколько вы тратили денег на еду, когда работали на доставке? Я говорю, ну, это тоже списывается с налогов. Я говорю, да мы как бы особо домой ездили на обед, как бы сами готовили, чтобы, ну, сэкономить, максимум, не знаю, может быть, 15 долларов в сутки выходило. Он сказал, вы это зря, можно было есть спокойно в ресторанах, это тоже все списывается с налогов. До 40 долларов в день с одного человека на обед можно списать. Ну, то есть 40 это максимум долларов ты можешь в день списать с налогов, как будто ты эти деньги проел. Были ли у меня какие-то деловые поездки, билеты на самолет, то есть перелет, отель, встречи, рестораны, что-то такое? Я говорю, да нет, мы же просто доставщики, какие нам полеты, мы в городе работаем. Он говорит, просто мало ли, может быть, вы нашли какой-то уникальный автомобиль, который вы считаете лучше всего подходит для вашей работы, и этот автомобиль в другом штате, и вам нужно было летать туда, где-то там спать, кушать, договариваться, пригнать эту машину. Это тоже затраты, все списываются с налоговой базы. Оплачивали ли вы какие-то частные курсы или частные тренинги по повышению квалификации, какие-то тренинги, может быть, какие-то такие частные дорогие, они, как правило, или недорогие. Какие-то смежные темы с вашей работой, может быть, в другом направлении хотите развиваться. Тоже списываются с налогов, я говорю, нет, никаких, ничего такого не было. Используете ли вы часть своей квартиры под бизнес, например, как под офис какую-то комнату, потому что я когда еще в мувинге работал, мы вот были во многих квартирах американских, и видели, что да, у американцев очень часто есть какая-то комната, которая называется офис. И вот часть арендной платы за квартиру, там, в соотношении пропорциональном, можно списать тоже с налога, как вы эту комнату, как бы, используете для своего бизнеса. У вас там компьютер, у вас там полки с бумагами, отчетностями. Вот такая история тоже списывается с налогов, часть кварплаты. Устраивали ли вы какие-то ивенты, какие-то мероприятия, может быть, ужин в ресторане на большое количество человек, не знаю, отмечали какую-то годовщину фирмы вашей, или какой-нибудь профессиональный праздник, там, с коллегами собирались ли вы, это тоже можно с затратой на это списать с налоговой базы. Получали ли вы какие-то травмы, какое-то лечение, может быть, проходили, связанное с вашей работой. То есть, все эти чеки, что выставляют, это тоже можно вычитать из налоговой базы. Ваши лечения, лекарства, приемы к доктору, то есть, тоже все это вычитывается. В общем, абсолютно все, что хоть как-то соприкасается с вашей работой, можно списывать с налоговой базы в Америке. И даже те 300 баксов, что я заплатил налоговику за составление моей декларации, он их тоже списал с налогов. Налоговая система в США заточена под бизнес и под предпринимателей. То есть, когда вы особенно удобно, когда вы только начинаете бизнес, у вас вы больше вкладываете в развитие, то вы в Америке налоги не платите, они все списываются и даже могут вам еще налоговое доплатить в качестве такой поддержки для развития бизнеса. Но когда бизнес уже у вас развился, вот тогда придется заплатить налог. Но к тому моменту у вас доходы будут уже настолько хорошие, что это вас особо заботить не будет. Но в Америке люди идут дальше. Когда компания развилась, они начинают развиваться еще шире на всю страну. Поэтому в Америке очень много сетей, которые по всей стране есть. Это развитие на всю страну, опять же, делается, чтобы не платить налоги, а наоборот получать поддержку от государства в виде освобождения от налогов или доплаты даже вам за то, что вы развиваете бизнес. И либо люди идут еще дальше, да, вот эти сети огромные, которые на всю Америку, они потом дальше идут на весь мир. В общем, пока ты расширяешься, пока твоя компания развивается, развивается, налоговая система это поощряет. Но когда у тебя уже просто огромная компания, то тогда уже придется очень хорошо платить налогов в Америке. Но в Америке, понятное дело, не все люди бизнеса, не все развиваются, не все вкладываются. Есть люди, которые просто работают на зарплату. И у меня здесь в Лос-Анджелесе есть знакомый хороший, он программист. Он зарабатывает порядка 70 тысяч долларов в месяц. Это очень большие деньги. И он же ничего не может списать особо с налогов, только если жена не работает весь год, 15 тысяч. Вот. 15 за себя и 10 тысяч за нее. Вот максимум, что можно списать. Вот. И поэтому ему приходится уже платить по полной. Он платит там порядка 15 или даже 20 тысяч долларов с ежемесячной зарплаты, да. У него где-то остается, ну, 1050 долларов чистыми. Ну, и как вы думаете, обидно ему такие налоги огромные платить? Конечно, нет. Потому что в России, это если 50 тысяч долларов остается уже после налогов, скажем, 5 миллионов рублей в России, ему платить денег таких никто не будет. И поэтому здесь платить налоги не так обидно, потому что в другом, в любом другом месте, в любой другой стране тебе просто никто не будет платить таких денег. Если вы скажете, что чувак, там курс 70 рублей за доллар, там, ну, вот этот нарисованный курс, если вы мне про него хотите сказать, что, типа, не будет из 50 тысяч долларов 5 миллионов рублей, ребят, пойдите своими руками купить, попробуйте доллар. 100 плюс. 100 плюс вы заплатите, поэтому про нарисованный курс в телевизоре мне рассказывать не нужно. Они, кстати, купили дом в ипотеку, красивый, новый, только построен, двухэтажный, возле океана за миллион сто или миллион двести тысяч долларов. В общем, в России это было бы просто невозможно. Но давайте вернемся к нам. За полгода официального дохода, сколько мы заработали с женой вдвоем, у нас составило 60 тысяч 906 рублей. Вот эта картинка, эта страничка из декларации с нашим общим доходом. И расходы, которые списал налоговик, у нас составили 28 тысяч 696 долларов. Вообще, налоговик сказал, что он может без труда списать еще больше, потому что там были еще дополнительные расходы, которые он просто не списал. Только потому, что это первая декларация налоговая в Америке, это очень важно, чтобы она первая была хорошая. И плюс, учитывая наше текущее положение, нам нужно заплатить, нормально налогов заплатить, чтобы это потом было большим плюсом при собеседовании с офицером. Итак, другая страничка из декларации, налог штата Калифорния у нас составил 273 доллара. И также вот выписка из банка, что действительно эту сумму именно в пользу штата Калифорния была списана у меня с моей банковской карточки. Федеральный налог составил 2176 долларов, это вот другая страничка из декларации. И также прикладываю выписку с банковской карты с моей, это скрин с приложения на телефоне, что да, списали именно эту сумму в пользу государства Соединенных Штатов, то есть федеральный налог. Итак, давайте складем этих два налога, просуммируем, у нас получится 2449 долларов, это общая сумма налогов, что мы заплатили за 2021 год, а заработали мы за это время, напомню, 60906 долларов. И теперь методом простой арифметической пропорции мы получаем, что налогов мы заплатили 4% в США, 4% всего налогов, против 43% налогов в России, что мы платили, когда жили там. И также в США есть такая тема, как отсрочка, то есть если вы не можете сдать декларацию, заплатить налоги в срок, вы можете написать бумагу в налоговую американскую, а это просто уведомление, вы даже не просите, чтобы вам дали отсрочку, а вы просто уведомляете, что вот я сейчас не могу заплатить, и вам дают как бы 6-месячную отсрочку, то есть через полгода вы можете заплатить налог. Я не знаю, есть ли такая штука в России, отсрочка по уплатежу налогов, ну может быть есть, не знаю, если вы знаете, напишите в комментарии, я почитаю. А налоговик мне сказал, что если в Америке я зарабатываю в год больше 50 тысяч долларов, то мне нужно открывать свою компанию, чтобы платить налогов меньше, потому что я теперь работаю дальнобойщиком, у меня совершенно другая зарплата, она повыше, и без компании никак не обойтись, если я хочу платить налогов меньше. Поэтому я так и сделал, я открыл компанию, корпорацию. Вообще можно открыть либо LLC в Америке, это что-то типа ИП российского, либо корпорацию, это как бы как ООО в России, ну не точно, но вот что-то вот примерно похожее, если сравнивать по двум странам. Что открывать LLC или Corporation в Америке вообще не имеет никакого значения. Это в случае, если когда-то, допустим, вы LLC открыли, если когда-то там в будущем ваша компания разрастется до таких масштабов, что там будут огромные обороты, миллионные, конечно, вам придется открывать Corporation. Но как открывать? Если у вас был LLC, это просто две минуты, бах, и вам LLC переводят в корпорацию. То есть это очень быстро занимает и никаких проблем вообще нет. Очень легко, поэтому реально на начальном этапе, что вы откроете, правда не имеет значения. Я открыл корпорацию и проблема была с выбором названия этой корпорации, потому что имя вашей компании, оно как, знаете, как ник почту, когда создаешь, или как в компьютерной игре ник персонажа делаешь, они все заняты, вы там вводите, вам говорят заняты, заняты, такой ник. Поэтому долго-долго перебирая разные варианты, в итоге у меня получилось LA Logistics Incorporated. Вот так моя компания называется. И какие налоги я заплачу теперь в качестве не физлица, а как компания, и недоставщикам, да, дальнобойщикам, я уже сниму про это ролик, покажу, сколько заплатил в 2023 году. Медицинская страховка в США тоже очень легкая и простая вещь. Когда вы только приезжаете, у вас нету social и work authorization, у вас нет официального дохода, вы делаете себе страховку бесплатную, потому что у вас нету доходов. В основном это emergency называется страховка, это когда вы можете вызвать скорую в экстренной ситуации, либо там у вас острая боль или травма, вы можете дойти в больницу, вас примут и вылечат абсолютно бесплатно. Это бесплатная страховка, ее одобряют всем, но есть уже также вот в Калифорнии медикал, такой план страхования, это как уже обычная больница, вы там прикрепляетесь, ходите на обследование, на приемы, вот. Ее частенько отказывают в одобрении, но очень-очень многие люди в Америке, вот в Калифорнии, в том числе мои знакомые, каким-то образом делают себе бесплатный и этот медикал, хотя не имеют никаких официальных доходов, то есть это все делается, надо только захотеть. И вас будут бесплатно лечить, бесплатно, скорая к вам будет приезжать, в общем все бесплатно. По медстраховке нужно каждый год показывать свою налоговую декларацию и отчитываться, какие доходы вы получили. И соответственно уже от этого меняется цена вашей страховки, то есть когда ты приехал и ты еще только, еще нету работы, еще нет документов, тебя лечат бесплатно в Америке, а когда ты получил документы, встал на ноги, начал зарабатывать, то тут уже будь добр, заплати какую-то сумму. Вот мы подали декларацию свою, сейчас мы оформляем себе страховку, мы ее чуть не делали до этого, как-то не до нее было. И вот сейчас мы оформляем себе медицинскую страховку и по результатам наших доходов за тот год нам насчитали, значит, медикал 72 доллара 12 центов в месяц, это страховой план на всю семью. И также предложили еще другой вариант, вот медикал, это знаете, когда вы лечитесь в сети городских поликлиник, да, вот как государственных. Но сами понимаете, государственная клиника американская и государственная клиника любого провинциального города России, не Москвы, это земля и небо, как бы тут лечат, там в России калечат. В общем уровень медоборудования, лекарств, персонала, сервиса, подхода, ну вы в фильмах все это видели про Америку, это просто земля и небо, это даже сравнивать нельзя, это несравнимые вещи. Есть также вот вторая страховка, страховой план, который нам предложили, это Кайзер Перманент, это сеть уже не государственных, а частных клиник с пятизвездочным медицинским обслуживанием, она подороже, 127 долларов на семью в месяц платить нам предлагают. Но там будет просто все на высшем уровне, дорогие, красивые, очень крутые клиники. Я вот после даже больниц, которые обычные, городские, американские, насколько они крутые, я не представляю, что там вообще может быть в этих Кайзер клиниках. А платная страховка, вот что за 72 доллара, что за 27 долларов, оно предполагает платеж в месяц и 40% скидку на лечение и на лекарства. То есть, а когда у вас бесплатная, когда у вас нет доходов и у вас бесплатная страховка, то и лечение там все бесплатное, а когда уже зарабатываете, то у вас 40% скидка дается. Дорого ли платить 72 доллара в месяц за медицинскую страховку, имея доход на семью в месяц около 10 тысяч долларов, это когда мы доставщиками были, я не знаю. На мой взгляд, я думаю, можно назвать это бесплатным. Вот такие, ребята, я заплатил налоги в Америке, про медстраховку рассказал, компанию открыл, рассказал. Открытие компании тоже не сам открывал, а делал через посредников, через юридическую фирму, заплатил за открытие корпорации 400 долларов. Вот и все, в принципе, думаю, все понятно, доходчиво объяснил, показал, бумаги, выписки, все вот максимально прозрачно, максимально честно. Спасибо вам большое, ребят, за просмотр, всех вас люблю и увидимся в следующих роликах. Пока-пока.